Электрички ходят строители. Работают над железной дорогой, которая ведет в аэропорт, возводит путепровод длиной 156 метров. Это часть новой дороги от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Путепровод возвышается над землей на 12-метровых бетонных опорах. Сама конструкция полностью металлическая. Балки высотой 2,5 метра, сверху ортотропная плита. Проверенная временем уже надежная конструкция. Рассчитана под нагрузку сектора. Параллельно с возведением путепровода рабочие делают насыпи, чтобы соединить дорогу с мостом. Для этого каждые 30 сантиметров песка проливают водой и выравнивают слой за слоем, пока высота насыпи не достигнет путепровода. Затем установят переходную плиту и все вместе соединится дорожной одеждой. На всем полотне у нас производится новая система 3D-технологии. По 3D-технологиям получается все намного быстрее, качественнее и беспроблемно. То есть бульдозера, экскаваторы, в общем они грейдеры, автогрейдеры. Они все делают по системе 3D, по спутникам, по тарелкам. Автоматически все полностью работает без, грубо говоря, людей. Строительство новой дороги идет круглосуточно. В целом ее готовность оценивается в 60%. Объект разделен на несколько участков. Разворотное кольцо рядом с новым терминалом аэропорта уже заасфальтировано. Газоны вдоль дороги тоже приведены в порядок. Такая развязка сделает удобными подъезды и выезды из аэропорта. Данная дорога, она ускорит от поселка Волжского по скорости до аэропорта и в обратную сторону. Проезжать будут, наверное, раза в полтора быстрее. Новая магистраль протянется на 5 километров. По две полосы в каждую сторону. Проезжать по ней можно на скорости 120 километров в час. Движение обещают открыть уже в конце этого года. Когда построят новую дорогу Самары-Курумыч, старую демонтируют. А на этом конкретном участке от железной дороги до заправки сделают бесплатную парковку. На 121 автомобильное место. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.